Они имели особенное положение при королевских дворах Екатерины II, Фридриха Великого и Петра I. Для них использовали лучший парфюм, их купали, а спали они на шелковых подушках. Русский король так и вообще поставил им памятник. Речь идет вот об этих собачках, называются они левретки, и сегодня у нас в гостях хозяйка одной из них, Олеся и заводчица Татьяна. Здравствуйте! Добрый день! Татьяна, расскажите, пожалуйста, про породу. Я, честно, никогда про них не слышала и не видела. Что это за порода уникальная? На самом деле вы не видели и не слышали эту породу, потому что она у нас в России очень мало популяризирована. Сколько у нас таких собак в Красноярске? Ну, 10-15 штук, не больше. Это если иметь в виду всех собак. Потому что на выставке, на выставке, я знаю, что конкретно, ходят только три собаки. Это вот Изабелла Дэйзи фон Купер. Какие у них царские имена. Карамель Клайда Терки и Клеопатра Кортелия Клери. Татьяна, расскажите, в чем особенность породы? Она маленькая, компактная. Это замечательный компаньон. Она никогда не устает. Если вы идете в поход, можете смело ее брать. Но если вы идете 10 километров, она будет идти рядом. Собака – это одна из практически немногочисленных пород, которые не имеют запаха. То есть собака псиной не пахнет. И большой плюс в том, что линька у нее ярко не выражена. То есть, когда собачка линяет, волосики по квартире практически незаметны. Алиса, почему именно эту породу вы выбрали? У вас раньше были собаки или это первый опыт? Нет, вы знаете, у меня до этого была собака, абсолютно отличается от этой породы Синбернар. Ну, конечно, гораздо больше. Да, и я, как и все владельцы крупных собак, очень скептически относилась к мелким собакам. Считаю, что у них маленькая голова, значит, там мало мозгов. Мозгов, будем откровенны. Да. Ну, на самом деле, левретка очень умная. И я хочу сказать, что нисколько не уступает Синбернару. Довольно легко, обучаемо. Очень привязана к хозяину. Чувствует его настроение. Очень легко общаться с такой собакой. Слушайте, а чем кормите? Какой-то особенный должен быть корм? Ну, безусловно, любую собаку желательно бы кормить специальным кормом. Но дело в том, что левреток на самом деле очень мало, и специальный корм для них не разработали. Вот как? Да. А вообще, если честно, эти замечательные итальянские собачки предпочитают фрукты. Вегетарианцы? Да. Они обожают персики, виноград, бананы. Если у вас есть дача, прекрасно подойдет и клубника, земляника, горох, огурцы, помидоры, капуста, все, что растет, в том числе и петрушка, идет в ход. Если перед собакой положить, допустим, косточку, и рядом красивый нектарин или персик, скорее всего, собака выберет фрукты. Скажите, многих интересует вопрос, как собаки ладят с детьми. Вот я вижу, что между собой они удивительно очень так вот дружат, совсем не дерутся и почти играют. Попорода прекрасно уживается со всеми членами семьи. Ее обожают дети, она обожает детей. Среди с тем, что эта порода очень яркая, собачки быстрые, то есть очень любят играть, постоянно бегают. Они не могут без хозяина. Дети их за это обожают. То есть лучшие игрушки в доме для ребенка не найти. Лиз, есть какие-то проблемы в содержании? Ну, вы знаете, минусов нет. Я год тому назад стала счастливой обладательницей, и никаких дополнительных приспособлений, ухода не нужно, не требуется, потому что линьки нет, запаха нет. Ну, кроме мытья лап, это как у всех собак. Но я так понимаю, что лапы у нее, например, в ботиночках. Конечно, в зимний период мы ходим в ботиночках, и эта необходимость у нас тоже отпадает. Я считаю, это достоинством в какой-то мере необходимо иметь одежду, целый арсенал. Есть куртки, обувь. И при том, что у левретки она является породой супер гладкошерстной. У нее абсолютно отсутствует подшерсток. Если у человека аллергия, можно взять такую собаку, или все-таки все равно могут быть какие-то проявления? Можно, безусловно. Ее даже советую взять, брать аллергикам. Потому что собака, еще раз повторяюсь, не пахнет псиной, очень чистоплотной, очень хорошо следит за собой и дома. То есть идеально для содержания в городской квартире. А сколько стоит такое удовольствие? Дорогое, наверное. Ну да, в связи с тем, что породы непопулярные, собачки эксклюзивные, это царские породы, их обычно короли держали. Собака, ну, стоимость собаки нормальной, хорошей собаки, колеблется где-то от 1000 евро. Это цена средняя по всей России? Ну, в Москве они чуть подороже, где-то от 50 до 100 тысяч. То есть можно приезжать в Красноярск из Москвы и покупать здесь собаку? Ну да, если вы найдете в Красноярске. Спасибо большое, что пришли к нам в гости, до свидания. До свидания, всего доброго. В общем, если вы решили завести себе собаку, то выбирайте эту породу. Лично мне она очень понравилась. Ну а НЭП продолжает.